всем привет привет сегодня мы будем с вами делать расклад на тему боитесь ли вы быть собой кругу других людей выбирайте пожалуйста позиции наоборот так 1 2 3 голубой красный зеленый камешек уже знаете что тайко тайм-коды есть в описании любым моим роликом также есть описание на мои услуги да кому интересно обучение таро курс записи либо мои консультации все это есть написано расписано под любым моим роликом и так давайте с вами приступим сейчас я помешаю колоду хочу поблагодарить вас всех за то что вы остаетесь со мной когда я говорю о том что людей становится меньше это не значит о том что я огорчаюсь этому это просто говорит о том что я расту и не все поспевает за мной вот но в принципе те кому надо остаются и это на самом деле и радует и так и так и так сегодня у нас погода такая где-то в северной греции снег выпал да прохладника стала поделились давайте мы приступаем так позиция номер один голубенький камешек вопрос следующий боитесь ли вы быть собой в кругу других людей так смотрим девятка пендаклей и девятка кубков нет сразу могу сказать что нет и объясню даже когда я говорю в кругу других людей я не подразумеваю близких да я имею ввиду вообще людей даже вам мало знакомых здесь поскольку падают две девятки я могу сказать что ключевое состояние ваше это своего рода интровертность это не в плане того что вы интровертный человек а в плане того что у вас есть определенная с ваша внутренней внутренней стержень до внутренняя ваша суть который вы придерживаетесь девятка педакли она говорит о целостности психической целостности человека и то есть человек который в принципе осознает себя человек который понимает свой характер да свои сильные слабые стороны я могу сказать что в принципе вы такой человек который как будто вы знаете не совсем зависим от мнения других людей от их восприятия безусловно если поступит критика ваш адреса она вам может и не понравится да вы можете как-то отреагировать резко либо ярко но в общих чертах мнение других людей вам не очень интересно вот и не очень для вас актуально исходя из этого я могу сказать что в принципе боитесь ли вы да нет вам главное чтобы вам было хорошо вот это вот главная такая составляющая потому что девятка кубков она тоже карта которая не не совсем взаимодействует с другими людьми так же как и девятка пендакли аркан заядлых холостяков и холостячик то есть вам настолько хорошо в своем собственном кругу что даже если вашем окружении отсутствуют люди до вас это вообще никак не напрягает а если они присутствуют и то в большинстве свое может быть по молодости где-то вам как-то боялись да хотели как-то не знаю показать свое наилучшее возможно лицо но сейчас вот мне кажется даже независимо от возраста в котором каждый из вас находится люди по первой позиции это люди которые с одной стороны они вроде бы и открыты то есть это не те люди которые будут скрываться да вот как-то если находятся в каком-то окружении а с другой стороны они знаете как не особо открываются вот так я скажу да то есть это люди которые готовы больше получать не в том плане что вы эгоисты и только берете берете а в плане того что для того чтобы кому-то что-то дать я могу сказать что вы избирательный да потому что что девятка педакли человек которые ну здесь какая-то такая знаете ваша суть состоявшегося человека стала вы не были таким которая говорит о том что вот я как будто бы общаюсь с людьми не не постольку поскольку да а вот то есть спроси да я скажу да в принципе я открыт к общению взаимодействию не спросит то есть вы как-то вот первые чтобы пойти на шаг на сближение какой-то интерес вам это уже не нужно здесь такие люди которые вот именно ключевое слово не нужно да здесь выходит потому что девятка кубков это человек которому который умеет наслаждаться вообще жизнью да и при этом вот это вот удовольствие и наслаждение она ему дается достаточно легко вот так вот чтобы с кем-то что-то разделить еще раз повторюсь человек избирательный если вы это будете делать то вы должны выбирать для себя окружение так вот в общем так скажем а массы да вы как-то взаимодействовать с людьми не очень-то и будете как вы себя давайте посмотрим как вы себя проявлять здесь идет просто такой человек который как-то это может со стороны показаться вот почему-то мне идет такая картежка со стороны люди глядя на вас можно сказать что вы как-то пренебрежительно относитесь к людям да ну то есть снисходительно с вашей же точки зрения это наоборот это вот как-то по-другому то есть вы достаточно доброжелательный вы так считаете по крайней мере вы так себя ведете а вот это вот снисходительность которая может считываться да либо некое такое высокомерие это просто связано с тем что у вас огромный опыт за спиной и вы понимаете и умеете считывать людей и здесь вот это вот ощущение в плане того что смысл распыляться на людей которые с которыми не знаю ну я может быть дальше но второй раз и третий раз и не встречусь да то есть здесь вот такое ощущение что вы как будто бы только взаимодействовать системе людьми с которым вам комфортно то есть здесь нету такого знаете общение с людьми которые вот приносила бы вам какие-то уже уроки то есть то ли вы устали от них то ли вы выбрали для себя такую жизнь что но я вместе надо что-то научиться я уже как-то вот буду по-другому да что-то изучать исследовать но допустим не не через людей здесь здесь присутствует просто мудрость и другие взгляды на жизнь поэтому другие немножко ценности восприятия людей немножко иное нежели общая масса до людей которые еще проходят свои уроки давайте так скажу здесь не то что вы не проходите уроки просто девятка кубков она говорит это знаете сейчас пример приведу допустим если какая-то вечеринка либо собрание какое-то людей да люди они все как-то вот делятся на более таких активистов да с сияющих людей ярких вокруг них всегда собираются окружение да кто-то с ними общается есть люди которые там если это какая-то конференция мероприятия подходит к ведущему как-то общается а есть другая категория людей то есть есть безразличные которые будут сидеть там в телефоне в ленте зависать а есть люди наблюдатели вот вы относитесь к этой категории то есть вы наблюдаете вы очень внимательно и и смотрите да вот этот человек он так себя ведет то есть вот с этим даже смысла нет разговаривать да потому что вообще разные люди и разные точки зрения и это придет только конфликту и вы понимаете что ну нет туда вязываться я не хочу то есть такое ощущение что вы как будто бы знаете как прощупываете атмосферу людей и понимаете что здесь да здесь можно общаться здесь есть условно говоря выгода в контексте обогащения себя а с другой стороны здесь вы понимаете что но я потрачу энергию это не то чтобы черт скажу здесь нету негатива по отношению к другим людям хотя люди вот это вот считывают с вас некое такое высокомерие на самом деле вы просто понимаете что он бессмысленно да то есть бессмысленно тратить время я лучше потрачу на что-то другое поэтому боитесь ли вы быть собой да нет вы и остаетесь собой у меня здесь просто идет знаете человек который находится в какой-то в каком-то своем состоянии это не обязательно состояние дзен но это такое вот комфортное для него и он старается из этого состояния не выходить потому что не видит смысла как-то знаете вот бороться мне такое ощущение что здесь люди настолько развитые как вот именно духовно да люди которые понимают как устроен мир его законы вот и понимает что ну бессмысленно с кем-то там бороться бессмысленно кому-то что-то доказывать то есть здесь как будто вы знаете человек который осознал для себя не знаю у всех ли это получается или нет находится в состоянии принятия жизни да и поэтому ну подошли люди да я это принимаю не подошли я это тоже принимаю вот как то вот самостоятельно чтобы что-то сделали да как-то ну двигали здесь я в сторону людей да здесь я этого не вижу так боитесь ли вы ну вот аркан мира выпал да нет вы знаете аркан мира говорит о таком высоком уровне вибрации на самом деле с точки зрения духовности это слияние себя с высшим я то есть высшее нише я да то есть человек который пришел именно к единства то что я говорила по девятке пендакли иначе это канал человека который находится на связи с высшими силами ну то есть человеку то что я и говорила который понимает как устроен этот мир его законы человек который старается больше развиваться в контексте понимание матрицы как можно выйти из сценария то есть у человека свой какой-то путь развитие и поэтому как-то вот соприкасаться с людьми ему уже не столь интересная вот и так бы сказала а как вы вообще себя ведете с людьми вы готовы с ними взаимодействие до по тройке педакли но в принципе семерка педакли говорит о том что у вас позиция такая достаточно пассивная пассивная то есть да если будет какое-то интересное предложение да и она вас погодит то в принципе вы открыты но опять таки знаете в книге такой серый коде кардинала который вот за чьей-то спиной стоит то есть вам не потому что у вас характер такой и вы не может вас нет например там лидерских качеств все у вас есть все у вас прекрасно что вы понимаете что ну зачем вот это вот лишняя ответственность вот это вот лишнее проявление себя она как будто бы не как это не уже мои перед и не служит вашим каким-то целям развития на данном этапе жизни поэтому я бы сказала что нет вы не боитесь быть собой вот с чем я вас и и поздравляю единички это тоже круто быть собой до разрешать себе высказывать свою точку зрения не бояться круто позиция номер два красненький камешек двоечки боитесь ли вы быть собой другим в кругу других людей начали стройки мечей вот и король жезлов либо сказала у вас есть нету страха вам не хватает храбрости вам не хватает силы и энергии да то есть вот понимаете как будто бы проявить себя заявить о себе как-то вот показать свою позицию жизненную да рассказать о своих каких-то интересах для этого нужна энергия для этого нужна сила внутренняя сила есть такое ощущение что вот вам как будто бы не хватает храбрости и вы сами понимаете что где-то в каких-то моментах да с малодушничали вот это вот именно малодушничали это вот очень хорошо здесь описано по тройке мечей то есть вы понимаете что вот сама такая позиция на вам разбивает сердце то есть если с вами поговорить и прояснить вот эту ситуацию да то есть чего конкретно вы боитесь вы скажете что да нету ничего такого ну просто вот не могу да то есть есть как будто бы некий такой запрет внутри вас то есть логически вы все понимаете что не страшно все нормально я могу быть даже хочу может быть некоторых моментах вам даже и удается причем удается как-то вот более с молодым возможного поколения может быть с детьми вот а как-то вот когда вы чувствуете что человек по силе вам равен либо чуть сильнее вас да то есть целостность не и то здесь вы не то чтобы боитесь вы как-то не решаетесь вот вам не хватает решительность вам не хватает вот это вот мужественности храбрости отваги то есть вот какие то вот такие добродетели которые не хватает просто да не хватает почему почему потому что здесь вот как будто бы нужно немножко сменить свою позицию свой какой-то сценарий связанный вот именно семеркой кубков да то что вот я говорила неоднократно в контексте именно выбора да то есть возможно вы долгое время как-то определяетесь какую позицию мне занять да то есть какую стратегию выбрать для того чтобы войти в шестерку жезлов чтоб я был на коне ну то есть как-то здесь ощущение того что если есть страх то страх вот я боюсь упасть лицом грязь чтобы люди допустим не подумали обо мне того чего нет да здесь вот какой то именно такой страх если присутствует и поэтому очень много думаете и мало действуйте исходя из этого как будто бы люди энергетически считывают вашу неуверенность на то есть на самом деле вы там ну например если в той сфере в которой вы сильны вы можете как-то побеседовать отстоять свою точку зрения вы все равно можете ощущать некую такую неуверенность потому что здесь как будто бы много фантазируете много думаете как будто бы вот выбираете что как медлительность вообще здесь медлительность вам она присущи и здесь говорится о том что по аркану смерти да надо надо это отрезать но это не совсем не совсем правильно и не совсем вспомогающая для вас какая-то такая позиция вот а какой какой сценарий вам нужно выбрать до сценарий поведения семерка жезлов уметь отстаивать и король кубков уметь отстаивать свою позицию и защищать как-то свои эмоции какую позицию вам нужно научиться отстаивать гармонии то есть здесь смотрите возможно эмоциональный фон для вас он настолько важен но неоднократно говорили это не секрет что люди которые убирают вторую позицию они такие достаточно чувствительные ранимы вот и им сложно справляться со своим эмоциональным фоном да то есть их качели могут раскачивать амплитуда может быть достаточно большая и силу того что сложно как-то совладеть с этим эмоциональным фоном да то люди стараются как-то придерживаться какой-то такой золотой середины и не выбиваться из этого эмоционального равновесия и поэтому любое взаимодействие с другими людьми поэтому они выбирают стратегию как бы выбрать такую стратегию чтобы не было по двойки кубков чтоб не было комфортно чтобы этого все-таки было дружелюбно чтобы не было чтобы вас не выводили из вашего состояния и поэтому сценарий который вам рекомендуется выбирать это тот который где вы бы как как раз-таки будете отстаивать свою позицию в плане того, чтобы вам было комфортно, в плане того, чтобы вам было уютно, чтобы вам было тепло. То есть здесь вам нужно научиться как раз-таки вербально доносить до людей вот это вот ваше состояние. То есть когда вы чувствуете, что вам дискомфортно, нужно про это как раз-таки говорить. Почему? Потому что не всегда люди, с которыми мы общаемся, враждебно настроены. Да, в нашу строну, но просто они не в нашей голове, они не знают, что у нас происходит, не читают наши мысли. И поэтому слова, возможно, которые говорятся в наш адрес, они с их точки зрения нормально, а с нашей, может быть, нет. И вот нужно уметь при коммуникации доносить до человека, что приемлемо для вас, а что нет, что для вас будет комфортно, а что нет. То есть вот здесь какая-то такая позиция должна быть. То есть выстраивание доверительных отношений. То есть это тоже очень важно, прежде чем вы кому-то что-то доверяете, либо открываетесь, прислушиваться к своему состоянию. То есть здесь, с одной стороны, вам нужно отстаивать свою точку зрения, а с другой стороны, самостоятельно нужно понимать, что вот туда мне не надо, потому что мне после, допустим, разговора вот с этим человеком будет нехорошо. Если вы знаете заранее, то лучше не вступать в такое взаимодействие. Вопрос у нас был, боитесь ли вы быть собой? А вы знаете, кто вы? Вот мне хочется сказать, вы знаете. Нет, здесь аркан шута, и именно поэтому вот этот вот эмоциональный фон для вас важен. Вы как будто бы знаете, как губка впитываете в дизайне человека, я не помню, как называется этот эмоциональный центр, да, открытый. То есть когда сам носитель этого центра, он не осознает своих собственных эмоций, да. И вот для того, чтобы как-то вот встать на этот путь познания, да, при взаимодействии с другими людьми, он перенимает эмоции другого человека и иллюзорно считает, что вот это его эмоции. Ну, то есть там, я не знаю, поговорил с каким-нибудь человеком, да, который чем-то расстроен, и после этой беседы у него тоже осталось вот это вот состояние расстройства. То есть при взаимодействии с человеком произошло эмоциональное слияние, и после того, как общение завершено, человек не разделился от своего собеседника, и он перенимает его эмоции. И в дальнейшем ему кажется, что это он переживает. Вот здесь примерно такое же. То есть Аркан Шута говорит о том, что здесь человек не совсем понимает, как будто бы вот свою суть. Вроде бы он ее как-то ощущает, но вот конкретизировать, да, четко понять, определить как-то вот свои формы и сказать, что вот это вот мои границы, это вот мой характер, это мои качества, ему достаточно сложно, да. То есть здесь человек, как будто бы который не совсем понимает, кто он, свой характер, вот четко как ощутить вот это внутреннее стержень. Но при этом по двойке кубков этот человек очень хорошо понимает, когда ему комфортно или нет. То есть у этого человека есть некий внутренний отклик, да. Вот это мое, не мое. Я, по-моему, в одном из раскладов уже говорила двоечкам об этом, да, что здесь вопрос не выбора, брать, не брать, делать или не делать, а здесь как будто бы внутренний отклик должен быть. Если я не ошибаюсь, то по дизайну человека это, по-моему, генераторы. Такие люди, у которых много энергии, и при этом им нужно взаимодействовать только из отклика внутреннего, да. Когда им, допустим, что-то предлагается, у них внутренняя реакция должна быть такая, ага, да, то есть, да, я согласен, да, вот этот внутренний голос им должен говорить. Тогда вот именно обмен будет на пользу обоим сторонам, обеим сторонам. Вот здесь вот примерно двойка кубков про это говорит. Потому что двойка кубков – это аркан, помимо аркан любви, это аркан союза, это аркан, когда соединяются две, условно говоря, родственные души, да, которые понимают друг друга, то есть в двойке кубков присутствует полная взаимность, да. Взаимность, она может быть только тогда, когда есть доверие. И поэтому у аркана шута тоже есть вопрос доверия. Поэтому здесь вы, возможно, слишком еще и доверчивы. Ну, то есть здесь такое ощущение, что люди, которые находятся в своем каком-то пути развития и познания себя и до конца не осознают, кто я. То есть вот ответить на вопрос не в плане, там, я человек, сущность и так далее, душа. А нет, а вот в плане, кто я, где мое, а где не мое, вот здесь вот про это сложно сказать. То есть вот еще раз скажу, допустим, вы общаетесь с человеком, да, у которого очень развито чувство юмора, и вам это нравится. И вот после общения, если спросить, у вас тоже есть чувство юмора, вы как будто бы будете говорить да. На самом деле, может быть, у вас его нету, но вот вы будете говорить да. Почему? Потому что вот вы, знаете, как хамелеон, перенимаете у людей навыки. То есть, с одной стороны, это очень хороший способ обучаемости, да. То есть так очень можно классно обучиться, начать общаться, например, с теми людьми, на которых вы хотели бы быть похожими в качестве каких-то качеств, навыков, да, если хотите у них перенять. То есть не обучаться, что вот вам говорили, например, как зарабатывать деньги, а влиться в круг людей, которые умеют, которые имеют деньги, умеют зарабатывать, да, и просто с ними общаться. И вы через какое-то время начинаете перенимать их повадки, начинаете перенимать их мысли и действия, начинаете действовать соответственно. И вот у вас какой-то такой поведенческий, да, поведенческое какое-то обучение идет. Не на уровне интеллекта, а вот именно через поведение. И в конечном итоге вы можете достичь высоких таких хороших успехов, да, если будете вот это вот использовать как свою сильную сторону. Так. А так, в принципе, вам не хватает храбрости. Еще расскажу, почему. Потому что вы слишком чувствительно ранимы по отношению к другим людям, и наверняка у вас в разговорной речи есть такие слова, что я не хочу тебя обидеть, я не хочу тебя ранить, я не хочу тебя тревожить, я не хочу тебя беспокоить. Почему? Потому что вот все эти эмоции других людей вы перенимаете и считаете, как, ну, принимаете за, как это, за чистую воду, как свои родные. Вот. И в конечном итоге, поскольку вам не нравятся эти негативные переживания, да, вы как будто бы оберегаете других людей, потому что где-то бессознательно понимаете, что если другой будет тревожиться, тревожиться будете и вы. То есть здесь вот какая-то такая защита идет через других людей, самих себя, но вы это не осознаете. Позиция номер три, зелененький камешек, троечки. Боитесь ли вы быть собой в кругу других людей? Аркан смерти. Мне хочется сказать, что вы не столь боитесь, сколько здесь есть мысли о том, что вы боитесь потерять себя. Здесь как будто бы вот это вот потерять себя, потерять, вы придаете большую значимость и важность именно вот своему эго. Это сейчас может прозвучать не очень хорошо, но вот мне хотелось бы, чтобы вы услышали суть того, что я говорю. То есть, знаете, это как человек, который боится сойти с ума, да, то есть, например, там делаешь какие-то практики, и есть страх, что вдруг там, я не знаю, кто-то в меня вселится, либо я потеряю себя. Вот это вот потеряю себя, это вот у вас есть. Вы боитесь того, что, допустим, в какой-то беседе, да, человек не то чтобы выведет вас на чистую воду, а вот что-то скажет о вас такого, что вы... Потом эту часть будете не принимать. Я не знаю, как это вам объяснить. То есть вы... У вас есть настолько... Здесь даже не представление, а какое-то внутреннее ощущение. Вас вы интуитивно это как-то понимаете, что вот это я, да, это мой характер, это вот мои какие-то формы внутренние, здесь внутреннее все идет. И иногда есть такое, что если я буду вот общаться с каким-то человеком, то я утрачу это. Я не знаю, вот это вот это, это может быть у каждого свое. Там, например, он нащупает мои какие-то слабые места, да, и я утрачу там, например, маску, которую я ношу, как человека такого, знаете, независимого, да, свободолюбивого. Ну, это очень похоже, например, как какая-то семейная пара, да, то есть в социуме, например, мужчина считается там лидером, героем, да, и вдруг он там куда-то выходит на люди с семьей, женой, вот, женой, и вот в кругу, допустим, друзей, жена там как-то очень резко с ним общается, да, и вот он боится, что вот, допустим, его коллеги, да, либо партнеры узнают, что он в кавычках подкаблучник, да, либо такой человек достаточно мягкий, то есть вот как будто бы утратит вот этот вот образ, который он создает о себе. Вот здесь что-то такое идет, вы переживаете вот именно за какой-то образ, который вы долгое время создавали, и вот что вас как будто бы разоблачат, вот здесь ключевое слово об этом, вот вы вот это боитесь, что вас разоблачат, и вы потеряете что-то, что для вас очень важно, значимое, на что вы, ну, делаете ставку, вот почему-то важно, потому что делаете на это ставку. Здесь вот такой момент идет. Вот я спрашиваю, что именно вы боитесь потерять? Вот вы боитесь при взаимодействии с людьми потерять королеву жезлов и аркан солнца, да, потерять вот этот образ человека, такого, знаете, независимого, человека свободолюбивого, человека, который может говорить на равных. Например, вот это вот равенство, да, для вас как ценность, она может быть очень важна и значимой, поэтому, если, допустим, вы идете куда-то работать на наемную работу, и там ясное дело, что есть своя иерархия и вышестоящее начальство, да, если с вами будет разговаривать не на равных, а как-то, не знаю, давать вам приказы, что, в принципе, в контексте работы это нормально, вас это будет очень сильно задевать. И почему? Потому что вроде бы с одной стороны я должна придерживаться этой иерархии, да, потому что я на ниже стоящей лестнице, а с другой стороны, как будто вы будете ощущать, что вас ущемляют как личность. То есть вот здесь вот это, да, то есть я с одной стороны и не могу ничего сказать своему начальнику, потому что все-таки мой начальник, а с другой стороны, я чувствую, что вот, почему я сказала эго, да, что вот это вот эго, оно как будто бы страдает, то есть как так, да, ты со мной разговариваешь в таком выказательном тоне, то есть страдает эго. Это с одной стороны, а с другой стороны, что вы боитесь? Вы боитесь утратить вот какой-то, я знаю, вот этот вот блеск, как какой-то, не знаю, здесь фейерверк, шик, лоск, вот что-то такое радостное, светящее, богатое, красивое, то есть вот есть вот это вот ощущение, может быть, даже какой-то детскости, что ли. То есть здесь сокрыто вот это вот качество, знаете, уважения, такое ощущение, что вы боитесь, что вас перестанут уважать, вас перестанут замечать, что вас как будто бы, ну, перестанут с вами считаться, потому что здесь у солнца, аркана солнца, есть очень много лидерских каких-то качеств, и вот этой вот красоты, то есть как будто бы вы не сможете проявить, ну, показать людям ваш внутренний мир, вот это вот ваше внутреннее богатство, красоту. Вот вы этого боитесь утратить. то есть, по сути, есть здесь некий такой образ, маску, который вы носите, и всегда есть бессознательный страх, что вот эта маска может быть сорвана. Здесь такое чувство, что есть какой-то детский сценарий, именно позора, да, что когда-то у меня было на обучении, по-моему, человек, и либо это была личная консультация, не суть. Был такой пример в жизни этого человека, когда в школе, когда он был готов к уроку, и из-за того, что учитель вызвал этого ребенка тогда к доске, а не на парте, то есть рядом с партой, если бы его спросили, то этот ученик, этот человек смог бы ответить урок, а из-за того, что вот его вызвали в центр, именно к доске, и все смотрели, то человек начал запинаться, хотя урок знал. И вот почему-то какое-то негативное отношение учителя к этому ученику создало такую атмосферу вот именно позора, что вот посмотрите, как позорно, что ученик не знает свой урок. На самом деле он знал, не из-за того, что начал запинаться, вот это вот ощущение позора, оно осталось. Вот здесь примерно точно так же, то есть вот то, что я говорю, выведут меня на чистую воду, здесь какое-то чувство позор, что меня позорят, вот меня как-то приструируют, меня от меня. Причем именно на публике. Вот здесь вот возможно выступление на публике вам дается, либо ранее давалось достаточно сложно, а потом вы прорабатывали это. поэтому сейчас вы выбираете для себя какую-то определенную модель поведения и не выходите за рамки ее, потому что именно, то есть знаете, вот боитесь утратить какой-то контроль, потому что, когда ситуация разворачивается не по тому формату, который вы себе придумывали, либо создали для взаимодействия с людьми, вот вас это очень сильно напрягает и включаются ваши детские травмы. И то, что вы не сможете как-то решить эту задачу, но здесь такое ощущение, человек, который заранее как будто бы подготавливается, да, то есть на все случаи жизни есть какая-то определенная модель поведения. Поэтому здесь сложно сказать, что человек вообще как-то себя проявляет, показывает людям такой, какой он есть на самом деле. Хотя как личность очень интересная. Да, если бы не было вот этих травм, здесь не страхи, здесь именно травмы, повторения прошлого, то и человек бы немножечко расслабился, он на самом деле был бы намного приятнее, потому что здесь позитивная какая-то такая личность. Даже вот шутки, да, чувство юмора, человек скрывается за этими шутками, ими как-то оперирует, чтобы скрыть свое настоящее лицо, да. То есть иногда вы можете проявлять самую иронию, но это не в плане того, что вы к себе относитесь адекватно, да. То есть я могу бы смеяться, ничего такого важного, да. То есть, ну, есть я и есть, мне не убудет. Нет, а здесь как будто бы какая-то защита, да. То есть вы иногда можете сами себя высмеивать, но здесь вот формат защиты идет. То есть за этим скрывается вот какая-то такая травма детская, боль. Вот такая была третья позиция, да. Два великих аркана выпало для вас. Сейчас это вот болевой какой-то, болевой какое-то место. А я с вами прощаюсь. Хочу пожелать вам отличной недели, да, чтобы поскорее уже и в ваших местах, в ваших регионах вышло солнышко, стало потеплее. Вот. И постепенно, постепенно мы пробуждались. Да, все-таки весна на дворе. Желаю вам всего самого наилучшего. До следующего расклада. Всем пока-пока.